12 апреля состоялось заседание Совета руководителей представительных органов муниципалитета в Тверской области при председателе законодательного собрания. Участники разговора обсудили ход до газификации домовладений, подготовку к летней здравительной кампании и ряд других актуальных вопросов. Открывая заседание Совета, вице-спикер областного парламента Александр Клиновский поблагодарил все муниципалитеты за эффективную работу по обеспечению специальной военной операции. Одной из центральных тем повестки заседания стал ход газификации. Сейчас заключено более 10 тысяч договоров с собственниками. Исполнено более 7,5 тысяч. В 2023 году впервые из регионального бюджета будут выделяться средства на проведение газа непосредственно в дома, а также на приобретение оборудования. Сумма в 100 тысяч рублей выделяется домохозяйством одиноких пенсионеров и некоторых других категорий граждан. По решению губернатора Игоря Рудени, многодетные семьи могут получить помощь при догазификации в размере до 300 тысяч рублей. Ромешковский муниципальный округ у нас активно участвует в программе газификации. На 1 января 2023 года заключено более 180 договоров о домовладении. И уже реализовано подключений порядка 25. Значит, на 2023 год мы планируем догазифицировать более 150 домовладений. Следующий вопрос – подготовка к летней оздоровительной кампании. Форумами организованного летнего отдыха в регионе планируется охватить свыше 67 тысяч детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей-участников СВО. В текущем году запланировано расширение сети детских лагерей различного типа. Ключевыми задачами для муниципалитетов является подготовка лагерей к приемке, организация соблюдения в них требований пожарной и антитеррористической безопасности, санитарных и противоэпидемических норм. Основной лагерь, который действует на территории Жадского муниципального округа, это достаточно хорошо всем известный лагерь «Зорница». Сегодня мы на заседании услышали те, можно сказать, нововведения, которые планируются в этом году. Это установка модульных туалетов и установка дополнительных секций для занятий спортом для детей. Подводя итоги заседания, Александр Клиновский отметил активную работу руководителей представительных органов муниципалитетов. Неравнодушное отношение к вопросам своих территорий. Сегодня обсуждены два вопроса, достаточно важные для территории. Это вопросы, конечно, до газификации. Были доклады «Газпрома», «Газпрома Тверь» и министерства, соответственно, ЖКХ, где чётко были рассказаны, какие есть проблемы, чтобы муниципалитеты понимали, что существует здесь проблема, как оформляются документы, которые рекомендаются, мы сейчас тоже будем давать, доводить уже до муниципалитетов. И второй вопрос, который был рассмотрен, это вопросы по организации летнего отдыха. Совместно с муниципалитетами будем отрабатывать вопросы, которые были сегодня заданы. Также Александр Клиновский рассказал о новом формате работы законодательного собрания с муниципалитетами, которую планируется опробовать уже в ближайшее время. Это презентация муниципального образования, когда местные власти смогут представить свои территории перед областным парламентом.